Добрый день дорогие друзья! Культурный поводы приветствует вас и расскажет о всем самом интересном в мире прекрасного и высокодуховного, что произойдет в Петербурге 14 и 15 марта. Начнем с субботы. 14 марта в клубе А2 состоится концерт группы Noisy MC. Концерт юбилейный, потому что в этом же месяце Ивану Алексееву, хедлайнеру этой замечательной группы, исполняется 30 лет. Соответственно будет очень весело, очень красочно, будет много поздравлений. Ну и вообще, что не говори, Noisy MC это вот такая вот веха в нашей современной музыкальной культуре, им удалось сделать себя и вот парни пожинают плоды. Пожалуйста, 14 марта все в клуб А2. Ну а туристов, те кто приближительно смотрит на такого рода искусство, я приглашаю 14 марта в театр Балтийский дом на встречу с Чулпан Хаматовой. Эта актриса представит литературную композицию в музыкальном обрамлении. И музыкальная композиция составлена из произведений Марины Цветаевой и Беллы Ахмадулиной. Очень интересный анонс этого концерта организаторы устроили. Это не спектакль, это не концерт. И те зрители, которые ждут высот актерского перевоплощения, не ждите, его не будет. Будут только музыка и слово. Ну и действительно, оно и хорошо, что не будет актерского перевоплощения, потому что Чулпан Хаматова везде одинаковая. С надрывом, с разрывом, с разрывом. И вот всякая такая душесчепательная поэзия очень ей к лицу. И поэтому любители поплакать, любители искусства на грани приглашаются в театр Балтийский дом 14 марта. Перейдем к воскресенью. В эти дни у нас в городе проходят сразу два очень высококультурных фестиваля. Первый музыкальный, от авангарда до наших дней. И он представляет нам музыку, забытую, забытых или неугодных в советское время композиторов. И недаром лозунг этого фестиваля в этом году – «Возвращение». Я хочу рассказать о двух концертах. 15 марта в Шереметьевском дворце будет представлена программа «Александр Глазунов и его эпоха». Будут звучать не только произведения Глазунова, но и Римского, Корсакова, Анатолия Лядова, Сергея Рахманинова. Изюминкой концерта станет исполнение торжественной кантаты по случаю празднования столетия Павловского института для женского хора и двух фортепиано «Восемь рук». Редкое исполняемое произведение доставит вам массу удовольствия. Ну, не всем, а кто любит классическую музыку. И еще один концерт, это он уже для молодежной аудитории и для тех, кто смотрит в будущее. Очень-очень любопытный. В воскресенье, 15 марта, в мультимедийном зале факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского университета молодые музыканты представят скрещение музыки и электроники. В унисон с музыкальными инструментами, с кларнетом, с фортепиано, со скрипкой. Будут звучать компьютеры, все это будет упаковано в мультимедиографику. А студенты нашей консерватории, плюс ко всему, используют еще импровизацию для ансамбля ноутбуков. Наверное, это будет как минимум любопытно. И второй фестиваль, который проходит в эти дни в Петербурге, это фестиваль балета «Мариинский». И 15 марта на исторической сцене Мариинского театра будут давать и Дон Кихот Минкуса. В партии «Базилия» выйдет звезда национального балета Нидерландов Исаак Эрнандес. Мексиканский танцовщик является одним из лиц современного балета. И, конечно, пропустить визит вот этого подающего большие надежды исполнителя в наш город, «Бальтаманы» себе не позволят. Итак, 15 марта «Мариинка-1» Дон Кихот с Исааком Эрнандесом. И закончу я наш обзор напоминанием о том, что в воскресенье в Петербурге празднуют День Святого Патрика. В клубе «Космонавт» в 16-й раз состоится вот этот Петербургский фолк-фестиваль. Хедлайнеры группы «Оттава Йо» и Оркестра Волынчиков Москвы. Им на подмогу поспешат группы «Слава Си» и «Олд Хорнет Шип». Все будут танцевать, водить хороводы. Приходите, пожалуйста, в зеленом или с изображением треристника на одежде. Это такой замечательный, как мы все знаем, символ этого праздника. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok